Пять команд из северно-твинских студенческих общежитий приняли участие в кулинарной битве. В традиционном ежегодном поединке сразились гуманитарный институт САФУ, учащиеся 1-го, 22-го училищ и техникума строительства и дизайна. Что предпочитают готовить сегодняшние студенты, узнавала наша съемочная группа. Миф о традиционной студенческой еде в виде пельменей и супов быстрого приготовления решили развеять сотрудники молодежного центра прямо в общежитии. Провели свой кулинарный поединок. Этот проект в рамках конкурса «Студенческий бум» проводят четвертый год подряд. Студенты и представители профессиональных училищ должны из определенного набора продуктов приготовить изысканные блюда. Из чего придется ваять кулинарные шедевры, заранее участники не знают. Все участники конкурса не просто студенты, они все жители общежитий. И они сегодня отстаивают честь своего общежития. И доказывают своим собственным примером, что наши студенты готовы приготовить самые изысканные и вкусные блюда. В этот раз ребята получили нестандартный студенческий набор. Рыбу, рис, ананасы, грибы и овощи. Пяти командам предстояло всего за час приготовить второе и десерт. Третьекурсник 22-го училища Василий получает профессию повара. Говорит, готовых рецептов в кулинарном поединке его команда не применяла. Блюда придумывали на ходу. Рыбные рулетики внутри с шампиньонами и луком. Это все макивали в меланже, после этого в панировочных сухарях и жарили. На гарнир мы делали свежие овощи. Все это назвали блюдом сюрприз. На десерт мы готовили мороженое со свежими фруктами. Готовые блюда оценивали настоящие любители вкусно поесть. А участники поединка, в свою очередь, представляют свой продукт творческий. Блюда отличные, мне очень понравилось. Отдельные, достойные особого какого-то приза. Не знаю, дадут его или нет, я бы дал. Но они все-таки довольно творческие, нелегкие. Рулетики из рыбы. Самое сложное приготовление. Вкусное. По оценке строгого жюри, победителями поединка признали команду 1-го профессионального училища. Учащиеся 22-го ПУ заняли второе место. И блюда ребят из техникума, строительства и дизайна взяли бронзу. Сергей Курбан, Александр Осенков, Вестник Северодвинска. Продолжение следует... Спасибо.